приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха 2 самопознания с вами наталья давайте сегодня полюбопытствуем что думает о вас загаданный человек самого утра настраивайтесь на расклад вариант будет один подумайте о нем представьте визуализируйте располагайтесь поудобнее девочки подключайте свою интуицию и давайте смотреть в каких энергиях сегодня находится загаданный человек какое его сегодня состояние может быть самочувствие посмотрим каких энергиях он сегодня находится троечка мечей расстроен здесь мужчинам расстроен здесь мужчина расстраивается из-за того что он запутался в своих собственном в своих собственных мыслях замуровал себя в свои собственные страхи и он не видит выхода из своего страдания душевных переживаний не получается может быть тот шанс который человеку давали высшие силы для чего-то либо в каком-то процессе он возможно побоялся этот шанс использовать да а теперь он знаете немножечко переживает относительно того что эх неправильно я все-таки поступил надо было этот шанс брать я его не взял здесь конечно человек может переживать какие-то свои финансовые потери его могли здесь обмануть не могу сказать пока на большую сумму либо нет но какой-то здесь обман присутствует девочки ты его обманули не он обманул если даже и он хотел обмануть то это все равно ему вылезла боком давайте так скажу тогда в общем здесь а в сегодняшнем дне человек находится в каком-то таком немножко трудном психологическом состоянии очень трудном девочки прям сердце у него не на месте и как из этого погружения так сказать вот в эту пучину страданий всплыть на поверхность понятия скорее всего не имеет ему бы по сути вот знаете такое ощущение что здесь человек опустился на какое-то дно ему по идее нужно сейчас ножками оттолкнуться и начать уже всплывать а он пока девочки лежит на дне не берет этот шанс боится чего-то он боится очень боится чего боится давайте посмотрим сразу да а чего он больше всего боится но возможно не соответствовать своему статусу понимаете взойти на трон императора конечно ты там предлагаешь максимум усилий но еще очень важно удержаться теперь на этом троне и скорее всего здесь у мужчины произошло некое такое падение кто такой император это мужчина конечно же уверенный в себе знающий что делать как принимать решение такой прям мужчина мужчина безусловно у него здесь есть власть умение управлять умение делегировать то есть здесь человек в принципе с большим опытом жизненным профессиональным и так далее но дело в том что где-то девочки он споткнулся если даже сейчас он берет этот шанс у него нету стопроцентной внутренней уверенности что он вновь будет ну условно на коне что он будет так же почитаем другими людьми что у него будет ну такая своего рода немножко расслабленная жизнь здесь такой император интересный он уверенный в себе да безусловно но чувствуется знать такая холеность то есть мне все дозволено мне все можно и я тут управляю фигурами на шахматной доске да то есть я буду руководить всем процессом здесь в любом случае у человека действительно за плечами может быть много побед много достижений исходя из его ловкого умения контролировать абсолютно все процессы он очень умен но вот в сегодняшнем дне карты показывает что к сожалению его девочки император пал размяк ну что-то случилось у него однозначно что-то произошло тройка мечей она конечно показывает больше нам сердечные страдания да то есть это личная жизнь может быть человек все таки не разглядел ту девушку женщину которые дали ему высшие силы потому что луна это женская энергия да возможно действительно не разглядела в ней своего вот прям близкого родного человека и уже спустя какой-то период времени он начинает понимать без нее он не император понимаете о чем речь такой вот здесь тоже может проиграться либо с финансами здесь конкретно что-то связано до потерял огромную сумму деньги ну не огромную какую-то определенную сумму денег потерял но либо здесь что-то связано с его личной жизнью не запутался немножко конечно может быть было создан у него треугольник да и он теперь как говорится может вообще сетовать по этому поводу что он создал этот треугольник когда мы идем куда-то да мы вовлекаемся в какие-то процессы мы же не думаем о последствиях все равно это треугольник это сложно это тяжелые отношения но в целом многоугольники это сложное отношение и там будет бить по твоей эмоциональной сфере по нервной системе и конечно мы все прекрасно знаем что нервные клетки не восстанавливаются поэтому тут какой-то такой сегодня интересно девочки у него настрой но туда же не настроя тут какое-то тотальное прям разочарование у человека хорошо давайте посмотрим какой он сам по себе все таки да немножко пару слов какой он сам по себе ой королева жезлов вышла на него я не могу давно к нам не приходил мужчина в женских энергиях он смотрите когда он конечно такой яркий харизматичный зажигательный прям очень деятельный творческий может быть да может быть поэт кстати сочинитель я не могу сказать что здесь человек хотя тут по аркану луна сочинять что-то может это да и у него там много-много тайн и он до того эти этих тайна скорее всего накопил что теперь в этих же собственных тайнах и плюхается и не может оттуда подняться на поверхность да они его как словно на глубину опустили и сказали вот будьте теперь тут вместе со своими тайнами а то как то мы там отдельно находимся поварись вместе с нами но тут что-то такое девочки происходит с вашим мужчиной серьезное очень серьезное возможно то что сегодня человек проживает в нем будут происходить очень серьезные изменения внутри в нем самом потому что луна это подсознание да там будет что-то в любом случае у него всплывать на поверхность осознанность и здесь мужчина конечно такой любитель женщин однозначно мне уже здесь карту показывает но ему очень важно чтобы все женщины были при нем и этому мужчине свойственно вести себя как женщина он может обижаться он может устраивать такие наимощнейшие сцены ревности себе что-то воображать фантазировать дорисовывать и так далее этому мужчине свойственно все таки создавать треугольники многоугольники и он еще знаете как бы наслаждается тем что для него делают много того чего ему хочется другие люди ну в данном случае другие женщины да то есть здесь такой человек он конечно будет таким собственником жидноватым мужчиной не могу прям сказать что тут прям скупердяй но все равно мое это мое мое значит мое тут вот такое девочки мужчина меркантильность может конечно в нем тут прослеживаться да слишком он особо деньги тратить не будет на всякую ерунду не будет и будет очень сильно трястись за все то что он уже как бы имеет вот такой в моем царстве в моем государстве все подчинено мне и я никому не позволю командовать да я никому не позволю как бы интересоваться что у меня там внутри то есть все свое как бы я держу при себе да никому не покажу никому ничего не расскажу вот опять таки здесь действительно очень много тайн и возможно те люди которые даже находятся рядом с ним они не понимают насколько там сколько у человека может быть всего разнопланового вам вот тут вот тоже интересный такой момент идет как он считает что сейчас происходит между вами по его мнению что все таки происходит между вами по его мнению королева чаш у меня девочки вас сразу пока показывает королевой кубков кто-то мне в комментариях написал королева кубков это любовница не обязательно что это прям будет любовница нет это может быть любимая женщина и тем более рядом с арканом справедливость это может быть женщина его просто любимая женщина которая с ним состоит в официальных отношениях девочки возможно вы смотрите на своего супруга и все то что вы сейчас допустим делаете по отношению к этому человеку это все правильно это все справедливо но тут все таки карты показывают что где-то он от вас немного отворачивается по своим там каким-то причинам но даже если девочки он от вас отворачивается он считает что это правильно для того чтобы не сильно не разбередить вашу душу потому что королева кубков она очень восприимчива и она слишком все принимает близко к сердцу он сам видите сегодня показывает что он чем-то очень расстроен а если допустим к примеру он с вами еще поделится своими какими-то там переживаниями то конечно он может прекрасно понимать что вы тоже впадете в такое же состояние а кто же его будет поддерживать а ему нужна поддержка девочки в сегодняшнем дне это в любом случае да он такой конечно император он как бы сильный но в сегодняшнем дне у него особо-то силы и нет видите как здесь конечно могут показывать также что вы также можете являться все таки для него такой женщиной тайной женщины да то есть здесь и многоугольники что такое у меня со светом второй день продолжим девочки подключила другую лампу видать та у меня совсем не хочет больше сотрудничать с нами давайте продолжим да и получается здесь все-таки могут проигрываться многоугольники да вы можете быть замужем допустим да он также может быть женат но даже несмотря на вашу занятость допустим на вашу официальность девочки все равно здесь конечно человек вас видит той женщины с которой ему хорошо вы способны дать много чувств много эмоций и конечно мужчине очень приятно находиться рядом с такой женщиной вы действительно может быть можете быть любимой женщиной я понимаю вы мне можете сказать как так вообще возможно когда человек находится в отношении с другими с другой женщиной а любит допустим вас ну у каждого влюбленность там своя любовь своя такая интересная своеобразная как умеет называется как умеет но опять таки да все равно еще раз повторюсь карты здесь показывают что если вы в многоугольниках находитесь то в любом случае здесь мужчина как-то все равно пока от вас отвернут да возможно решает какие-то свои супружеские обязанности да ну в целом решать семейные какие-то вопросы улучшает финансовое возможно положение и особо ему как бы не до вас такое тут может конечно проходить и все то что между вами происходит вот смотрите тоже интересно да там не важно супруга вы его или нет или нет все таки все события они как бы правильные так должно быть никак иначе хорошо давайте посмотрим все таки что думает о вас за годный человек думал да тогда когда проснулся что думал о вас тогда когда проснулся ох очень серьезные мысли очень девочки серьезные мысли как ему с утра хотелось к вам очень сильно прям его распирало от удовольствия понимаете да с утра у мужчины всегда такой энергоподъем идет и конечно девочки ему хотелось оказаться в ваших объятиях потому что с вами он получает еще больше энергозаряд ну грубо говоря чем от самого себя я пока так скажу мы безусловно мы сами себя заряжаем там какими-то процессами жизненными но вы вместе с ним это что-то такое наим наимочнейшее понимаете когда действительно тебя это состояние окрыляет вдохновляет ты становишься ну легким в первую очередь легким на подъем и тебе хочется я не знаю обнять целый мир тебе хочется сделать и то и это и пятое и десятое то есть человек с утра был вот прям вдохновлен ему хотелось к вам ему хотелось возродить вот всю ту страсть которая была между вами у кого-то конечно тут проиграется если вы супруги девочки то с утра у вас могло состояться яркое событие да это целая кама с утра давайте так кама с утра да у кого-то может конечно и так проиграться у кого-то и так если вы замужем да за этим человеком и живете вместе если у вас такого волшебства не случилось девочки он очень хотел вот прям ух представлял как это все могло бы быть то есть вами горел мужчина с утра однозначно что он будет думать о вас или думает да смотря когда вы смотрите в течение дня что будет думать о вас в течение дня ну жар немножечко спадет да да потому что у него есть все-таки еще более важные вопросы и он их может конечно поставить приоритет и ему необходимо что-то сохранить девчонки вот и он будет извиваться но он делать это будет не особо активно кстати да не особо активно вот смотрите у кого не состоялось там с утра ничего такого яркого да кому с утра если этого не произошло тогда человек в течение дня он такой вялый и мысли тоже такие знаете немножко как уставший такой болезненный вот вроде бы это надо делать и то надо делать не хочу голова болит почему я должен постоянно что-то отстаивать какие-то там границы что-то защищать и так далее вот немножечко некое такое бессилие все равно у него здесь присутствует если если все-таки у вас с утра состоялось такая яркая огненная страсть то тогда смотрите здесь человек все равно в течение дня он немножко отстранился от этого процесса и все-таки погрузился в какие-то свои рабочие дела его у них очень много сложно разрешается честно говоря потому что возможно человек здесь делает одни и те же ошибки он конечно о вас думал вот к примеру если он натыкается в сегодняшнем дне на какую-то проблему которую ему решать ну не просто да он может вспоминать допустим ваш образ и ему чуть-чуть становится легче вот если действительно у него много работы там финансы как-то надо финансовый вопрос как-то улучшить да то конечно здесь человек старается как-то себя с помощью вас ну как бы исцелить давайте так скажу прям исцелить но исходя из той энергии которую мы увидели девочки все таки чуть-чуть вот ваши какой-то ну поддержки ну будем говорить ментальной такой или незыримой поддержки будет все равно маловато тут человек зарылся в каких-то там своих процессах проблемах и так далее если вот у вас все таки многоугольники здесь да девчонки то конечно он может думать что уже длительный период у него не получается попасть в ваше пространство он может кстати здесь на вас очень сильно обижаться но и он подозревает то что обижаетесь на него вы и вы отстраняетесь вы выстроили границы и не хотите его видеть по разным причинам вот что то такое девчонки не могу сказать что прям думал о вас прям целый день нет здесь все таки у него были свои дела что-то в приоритет ставил да отвлекался в любом случае на вас периодически отвлекался давайте так скажу на вас периодически отвлекался что будет человек думать о вас на ночь глядя что будет думать о вас загаданный человек на ночь глядя люблю да влюблен и десяточка мечей не очень такая честно говоря сейчас выходит положительная позиция тяжело человеку здесь очень тяжело допустим смотрите если вы девочки смотрите на своего супруга да да а он вас с утра еще желает и вечером он ну как бы надеется на то что у вас будет яркая встреча яркий интим а этого не произойдет здесь он будет гонять в голове ту мысль что с ним не так что происходит да и конечно все желание у него спадет на нет потому что человек немножечко засомневается в себе если конечно у вас с утра была вот это вот яркая яркая страсть вечером ему бы хотелось с вами заняться любовью но дело в том что его заботы и какой-то крах они все-таки девочки выбивают его из колеи и он больше беспокоится и трясется за какой-то за какие-то свои мужские процессы понимаете тут вот и вам может быть поддержать этого человека надо но опять опирайтесь пожалуйста на то что там между вами происходит как вы считаете нужно его поддерживать или не нужно и так далее это вы уже смотрите на свое усмотрение но он вот на ночь глядя он будет максимально закрываться даже голос пропадает вот закрывается говорит не хочу обсуждать ничего не хочу но это не значит что я тебя не люблю вот здесь речь об этом вы пожалуйста не думайте что ну там человек совсем как-то от вас отодвигается нет у него там какие-то свои сложности когда человек захочет тогда расскажет не налегайте не надо потому что человек еще больше будет схлапываться закрываться и вы вообще не сможете толком ничего узнать истинного да если вы находитесь в многоугольнике с этим человеком то девочки ну тут человек реально страдает страдает из-за того что ваше отношение они пришли к логическому завершению а у него видите ли к вам открылась сердечная чакра здесь здесь вот такое ощущение что человек так и не смог полностью реализовать свой вот этот вот эмоциональный вот почему так хочется сказать эмоциональный подъем чувственный подъем не смог до конца он это раскрыть не разрешил себе и теперь конечно вот это его очень сильно гложет мысли не дают ему покоя может ворочаться с левого бока на правый бок ну и так далее да то есть здесь прям много-много мыслей но они его как бы не успокаивают а еще больше опять таки вгоняют такое состояние неуверенности в самом себе какая мысль больше всего беспокоит его относительно вас какая мысль больше всего его тревожит беспокоит относительно вас за что он переживает не дает ему покоя какая мысль если вы с этим мужчиной ну как бы в браке состоите да то он может переживать девочки именно за сохранность семейного бюджета за обеспечение семьи и здесь вот тоже у него такой момент как бы ему не уйти не обесценить все то что духовное есть между вами вот за это он может действительно переживать также он может переживать что вы его девочки обесцените потому что если к примеру у человека не получается сейчас зарабатывать да ну ну не получается по разным причинам может это уволился либо еще какие-то процессы то понимаете он и хочет вам доказать что верь мне я допустим сделаю все так как надо но только нужно подождать только нужно подождать ты пожалуйста мне верь дай мне вот эту опору если он не будет чувствовать вашу поддержку девочки то к сожалению ему будет сложно выходить на тот заработок который он для себя кстати уже определил он уже идет туда но нужно время нужно время ему очень важно все-таки быть мужчиной и обеспечивать вас но не растерять вот все то светлое духовное то что есть между вами чтобы вы в нем не разочаровались вот это его беспокоит а вдруг вы разочаруетесь и как говорится и уйдете если вы находитесь в многоугольниках здесь то конечно девочки если вы замужем если вы замужем и к примеру вы ему когда-то говорили о том что я разведусь и мы с тобой будем вместе вот он переживает за то что это никогда не наступит вы никогда не уйдете из супружеских отношений если вы такого ничего не озвучивали допустим как-то не намекали ему то здесь конечно тоже ему хотелось бы возможно чтобы у вас там как-то пошло что-то не так и вы рано или поздно все равно оттуда вышли но он понимает что ну маловероятно это маловероятно он так и не дождется а ему хотелось бы если допустим он женат то если допустим к примеру вам мужчина обещал условно завтра мы пойдем с тобой то есть он сначала разведется а потом с вами как бы вступит в серьезный союз то здесь он тоже девочки он не может обещание сдержать и вы не будете ждать его потому что он постоянно вас кормит завтраками подожди 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 и он переживает за это что вы откажетесь и все таки от него и у вас не будет вот это вот какого-то ну будем говорить душевного полета вот вы его вдохновляете девочки вы там идете для него как целитель да вот он тоже конечно может быть для вас в какой-то степени как целитель но у каждого партнера своя роль лекаря да что мы там лечим что мы исцеляем но в любом случае мы как ни крути друг другу где-то помогаем а где-то ну наоборот пакостим да не без этого не без этого но все равно он видит ваши отношения такими возвышенными понимаете здесь не только вот прям только страсть только секс нет здесь нечто больше и это нечто большее оно понимаете как оно оно день за днем ну как бы укреплялось вырастало вот между вами вот какая-то такая очень плотная такая связка вот хочется об этом сказать да и смотрите еще здесь какая мысль сколько вот к примеру вы расстались да вы с этим человеком больше не взаимодействуете не общаетесь смотрите у него же тоже такие мысли могут в голову приходить по поводу того что чем дольше вы не взаимодействуете у него такое подозрение что вот эта связь она бесконечна она никогда не прекратится она наоборот еще больше как бы ну не могу сказать что здесь укрепляется прям да но какая-то все равно здесь стабильность присутствует вот знаете как время останавливается как объяснить вам здесь не не просто здесь объяснить но все-таки еще раз девочки я постараюсь вот вот вы не видитесь вы не общаетесь казалось бы что мы друг друга отпустили как бы уже все да а нет вот не быстро не получается быстро не получается и поэтому ему будет казаться что вы для него ну что то такое мощное ну как вот его учитель как наставник да вы его перевоспитываете здесь вы на него очень сильно влияете даже несмотря и как бы время затормаживается ему может быть хотелось быстрее как говорится убежать да да не получается вот где тут была мужчина а королева жезлов да королева жезлов там выходила да вот он все равно собственник вот он от вас уходит но вы все равно как-то на него влияете да вот ваши подсказки какие-то да ваши знания они на него очень сильно повлияли и и он не хочет это отпускать понимаете как не хочет он словно оттягивает вот этот процесс он понимает что он неизбежен все равно рано или поздно ну придется смириться с тем что между вами ничего не будет но он как бы ну я еще чуть-чуть как бы вот а вдруг шанс есть а вдруг еще я результат получу а вдруг мы еще плоды эти будем вкушать да ну здесь на что-то конечно человек надеется лелеет но у каждого же свое будет все так так как будет да по колесу фортуны как как кости игральные лягут другими словами да он надеется на какую-то удачу на шанс девочки с вами опять-таки если вы замужем за этим человеком то он знает что вот сегодня полоса такая не очень благоприятная завтра будет лучше но ему нужна все-таки ваша поддержка нужна но не такая вот прям ну как воспитательная а потихонечку потихоньку так чтобы он особо это не чувствовал да какого-то назидания потому что все-таки ему хочется быть мужчиной императором для него это важно особенно вот сегодня нам карты показывают статус императора он хочет ну как бы восседать на этом троне ну такой девочки сегодня получился расклад пишите пожалуйста в комментариях насколько с вами резонирует насколько с вами проигрывается от души благодарю то что вы со мной на моем канале желаю всем прекрасного настроения всего доброго и до новых видео а я